Сегодня нарисуем вот такую пышную красную розу в стеклянной колбе. Для начала нужно определиться с размером колбы. Для этого намечаю высоту и ширину, проверяю симметричность и скругляю верхушку. Внизу эллипсом добавляю край колбы. Вот здесь посередине будет закреплен стебель цветка. Дальше достраиваю подставку, она состоит также из нескольких эллипсов. Стараюсь сделать их форму как можно более правильной и точной. Музыка Теперь внутри колбы нужно наметить примерно тот размер цветка, который мы хотим получить в итоге. Прежде чем идти дальше, разберем в общих чертах строение цветка розы. В основе его будет вот такой бутон из плотно собранных лепестков, который крепится к чашечке цветка, которая потом переходит в стебель. Все лепестки в бутоне растут по спирали, начиная из центра. И по мере того, как бутон распускается, витки спирали расходятся все шире и опускаются ниже. При этом, начиная уже со второго-третьего витка, задние лепестки будут нам не видны. То же самое немного проще покажу на схеме в профиль. Видно, что распускаясь цветок приобретает округлую форму за счет того, что слои лепестков расходятся вширь и отклоняются ниже. У настоящего пышного цветка розы таких витков может быть очень много. Но мы для своей цели упростим эту схему. Во-первых, у нас будет не спираль, а просто такие круглые уровни. И у нас их будет всего 3 или 4. На каждой из этих уровней будем прикреплять по 3 лепестка. Форма лепестка розы примерно вот такая. Тут для нас будут важны две точки. Точка посередине сверху и внизу точка прикрепления к стеблю. Верхний край лепестка очень тонкий, поэтому он, как правило, немного вот так загибается с одной и со второй стороны. Сам лепесток не плоский, а имеет изгиб. Вот так лепестки прикрепляются к чашечке. Тут на схеме я показала три уровня лепестков. Дальше для рисования нам нужно будет изготовить модель лепестка, вырезать его форму из бумаги. Вот что должно получиться в итоге. Обязательно намечаем линию симметрии с одной и с другой стороны лепестка. Коря сверху нужно немного завернуть, а внизу сделать разрез, чтобы лепесток приобрел свою изогнутую форму. Дальше этот разрез я заклеила капелькой клея, а теперь прикреплю свой лепесток к стеблю. Вот так, очень просто при помощи кусочков бумажного скотча. Теперь лепесток можно легко вращать и отгибать ближе или дальше от стебля. Такая модель дальше поможет нам прорисовать форму лепестков. Возвращаюсь к рисунку и добавляю внутрь своего цветка такой же схематичный бутон. Прикрепляю его к чашечке, а чашечку стыкую со стеблем. Начнем добавлять лепестки с первого уровня. Намечаю его эллипсом. Чтобы соблюдалась перспектива, сзади расстояние до бутона должно быть меньше, чем спереди. Теперь на этом уровне, на одинаковом расстоянии друг от друга, размещаю три точки. На этих точках будет середина верхнего края лепестка. А точка прикрепления лепестка будет вот здесь, одна для всех. Соединяю пары точек плавно изогнутой линией. Самую дальнюю можно пока не трогать, с ней ситуация будет очень простая. Для двух других берем нашу модель лепестка и выстраиваем ее перед своими глазами так, чтобы наклон стебля и расположение двух точек было таким же, как на рисунке. И переносим форму, которую видим на бумагу. Так же поступаем и со вторым лепестком. У меня в итоге получилось вот так. У вас может быть немного по другому. Дальний лепесток будет иметь просто вот такую треугольную форму. Нижний край лепестков немного осветляю, потому что сейчас будем добавлять второй слой. И так же на одинаковом расстоянии друг от друга. Соединяю их с точкой прикрепления. И опять беру модель лепестка. Тут нужно будет отогнуть его от стебля немного больше. Форма лепестков на рисунке будет уже совсем не такая, как на первом уровне. Лепестков на рисунке. Второй уровень готов, переходим на третий. Точки добавляю опять между точками предыдущего уровня. Самый дальний лепесток будет виден совсем чуть-чуть, поэтому пока его можно вообще не добавлять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, что получилось в итоге, осветляю клячкой. И делаю контур лепестков более живым, как у настоящей розы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь проработаю центр. Здесь будет пара более крупных лепестков, которые можно вот так завернуть. А самую серединку заполню просто вот такой плотной угловатой спиралью. Теперь можно дополнить цветок какими-то небольшими выступающими краешками лепестков, чтобы весь его силуэт в целом смотрелся гармонично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также добавлю парочку длинных чашелистиков. А на стебель два сложных листа, каждый из которых состоит из трех отдельных более простых листочков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По краям листьев будут мелкие зубчики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внизу возле стебля добавлю один опавший лепесток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И можно наконец обвести весь рисунок по контурам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...